Приветствую, друзья! Я Петр Кузнецов. Мы с вами на проекте «Сильный разговор». Сегодня у нас в гостях не политик, не общественный деятель, к чему вы, возможно, уже успели привыкнуть. Сегодня мы попробуем поговорить совершенно о другой стороне жизни нашего города. Сегодня у нас в гостях поп-исполнительница. Исполнительница поп, песен и музыки. Также сейчас она вовлечена в фитнес-бизнес и в туристический бизнес. Ирина Семченко-Пусева по творческим псевдонимам и Рейн Рейн. Ирина, приветствую. Здравствуй. Привет. Мы сегодня попробуем поговорить о таких вещах, как шоу-бизнес в нашем городе, светская жизнь, тусовка. Возможно, тот бизнес, где ты сейчас работаешь. Ну, для начала расскажи. Вот в Гомеле поп-эстрада, поп-сцена есть? Она существует? Нет. Как таковой ее не существует. То есть, если ты будешь петь чужие песни, там, Светы Лободы, Оля Бузовой, да, тебя позовут, как ковер-исполнители, ковер-бенды, там, они приветствуются. Ну, если как я, я пишу сама тексты, пишу музыку, мне пишет Дэн Буффа, вот мы с ним сотрудничаем. Ну, мы все это вместе. Дэн Буффа Со своим материалом я не могу прийти на площадку. Он никому не нужен. Нужен радио. Ну, радиоэфир надо заполнять, он нужен радио. Ну, и я, получается, к белорусскому шоу-бизнесу имею уже отношение, все-таки официальное отношение. Но ты зарегистрирована в национальном центре. Конечно, в национальном центре, да, интеллектуальной собственности. Все мои песни, там, все права на песни, на все тексты, которые я писала, естественно, все, и мой псевдоним тоже. То есть я уже в любом случае причисляюсь к тому шоу-бизнесу Беларуси. Но в Гомеле, может быть, в Гомеле, я говорю про Гомель сейчас, может, и в Минске я не пробовала. Конкретно в Гомеле отдельный исполнитель вот пришел, предложил, он не нужен. Он не нужен кому? Он не нужен, во-первых, тем площадкам, где ты хочешь выступать, даже если в клубы ты придешь. Ну, в клубах другая музыка в основном у нас работает. Нет, даже если ты поешь, там, вот я пою, например, что-то близко, там, Лобода, Бузова, ну, вот эти песни, которые, да-да, выпили. И затянули. И затянули, да. Вроде как бы, ну, ничего там, у меня нет там тяжелого рока, нету какой-то отдельной там эстези, там, я не Энигму пою или еще что-то. Вот, ну, все нормальные, абсолютные песни. Выпил, потанцевал, тебе весело, музыка легкая. Не нужна она, потому что, то есть, ну, привыкли петь по что-то знакомое. Что-то, что уже знают. То есть, перепивать надо, да, перепивать, перепивать надо, да, в Минске я еще не пробовала, а вот на радио охотно берут. Ты поешь свои песни на радио? На радио, да, я отдаю свой материал, они отбирают, не все, естественно, они отбирают, что им нравится, что им не нравится, и крутят по радио. То есть, в эфирной сетке я могу даже потом отследить уже, ну, вот, диссертации, там, у них сайты есть, я могу отследить, когда мои песни там поют, а сколько поют, сколько раз поют. Я вот все время, ну, возмущаюсь, когда говорят, там, например, такие фразы при мне, что Гомель большая деревня, там, типа маленький город или еще что-то. Я всегда говорю такую вещь, что, ну, Гомель, он по размерам, он как Ливерпуль примерно, да, он примерно как Кёльн, там, как Дрейсден. Вместе с тем, как бы, ни у кого никогда не повернется язык сказать, что это маленькие города. Да, это, в общем, достаточно такие хорошие рынки, вот, где развиваются все направления культуры. Вот, получается, если брать Гомель, вот музыку в частности, исходя из того, что мы сейчас говорим, ну, мы знаем, что рок-музыка у нас развивалась и развивается. И у нас, кстати, запланирован, это я зрителям сразу скажу, что мы не чисто по попсе тут пошли, у нас запланирован скоро интересный гость из той сферы. А рок-музыка развивалась и развивается. Поп-музыка, популярная музыка, так называемая, то есть популярные исполнители, они, получается, никому не надо, и этого рынка вообще нет. И единственный путь человеку, который хочет петь что-то легкое, это вот только там на радио и еще куда-то. Здесь, да. Здесь, да. Да, возможно, в Минске все попробуют, но я тоже не думаю, что Минск будет как-то так приветствовать что-то. То есть, если, например, у тебя есть такого, наверное, связи, как, в принципе, везде есть связь, понимаешь? Ты говоришь о западных городах, у них менталитет немножко другой. Ты сам там бывал, ты знаешь, что менталитет другой. Там, наоборот, пришел человек, он талантлив, он умеет что-то делать, вау, а почему в нашем городе, в нашей стране не открыть этого человека, чтобы он там вышел на какие-то площадки, у них там и конкурсы проводят, и какие-то там, не знаю, семинары, и еще. Ну, куча-куча всего, где ты можешь себя как-то проявить. Вылез ты уже, не вылез, это уже твои трудности, и человек старается, он знает хотя бы для чего он использует свои ресурсы, и куда их тратит. А у нас тебя не знают, но, чтобы тебя узнали, очень много денег. Так и в Москве, в принципе, происходит. Ну, может быть, у нас так и происходит, потому что у нас засилие российской попсы, и, как бы, вот все эти потребности, знаешь, в застольных песнях там... Много. Много, согласна, да, много, много одинаковых, много, я согласна, много одинаковых уже, в принципе, и исполнительниц, и исполнителей, все поэты одно и то же, все про любовь разными словами переставляют тексты, как обычно. Ну, а тебе тогда зачем это было надо? Нет, творчеством я заниматься начала случайно в 2016 году, то есть тут, вот чисто случайно. Мне очень понравилась песня Марко Бернес, ты, наверное, знаешь, «Темная ночь». Ну, конечно, «Темная ночь», «Только пули». Я услышала на ней кавер, то есть тоже девушка с парнем перепели, и мне очень захотелось как-то так тоже ее воплотить, вот как это на моем звучании будет. Ну, и вот я пришла к Дэну в Буфе, он музыкальный продюсер, звукач, так, хороший, и я предложила, и мы вдвоем ее перепели, получилось неплохо, и пошли, пошли. И куда эта песня потом перепетая пошла? Она на радио играет. На радио играет. Особенно 9 мая, конечно. Ох, как хорошо она играет в «День Победы». Но дело в том, что я еще стихотворец, скажем так, я пишу стихи, я не умею писать песни, но стихи я пишу очень давно у Сашкова, и очень много, например, я могу написать по своему вдохновению, и вот Дэн предложил, говорит, слушай, если у тебя есть материал, стихи, мы можем это все перекроить на песенный мотив. Чего нет? Вот так вот и начались, то есть его там тексты, мои тексты, и записали целый альбом. Альбом вышел? Альбом вышел, мы делали презентацию, да, в авеню мы делали, то есть все, вот, и делали презентационные диски, мы их потом раздали, как бы все нормально, у нас там флайеры были, ой, так интересно было. А потом я сделал сольный альбом, вот, ну в сольный альбом вошла композиция еще, мы посотрудничали с таким немалоизвестным, но не прям совсем уже там супер-супер, это прайс есть Данила Семенович в Москве, музыкант, то есть такое вот мы посотрудничали втроем дистанционно. Песня пошла на iTunes, на все вот эти вот площадки, и вот можно найти там во всех приложениях Тик-Так, как вот этот, если... Тик-Ток. Тик-Ток, да. Вот, ее даже можно там найти, я была очень приятно удивлена, когда там нашла, вот. И она туда вошла, и вот, в принципе, общая, а я-то общаюсь и с российскими исполнителями, и здесь, которые есть, ну, тоже сейчас мальчик там встречится, и мы с ним будем записывать, наверное, песенку, уже музыка готова, и совместно хотим посотрудничать. Кстати, талантливый пишет сам, и вот самое интересное, слушая его песни, у него что-то там в стиле скриптонита, наверное, что-то такое, да, талантливый все, но вот дальше как-то вот и пишет, и музыка, и все. Ну, вот, что талант в Беларуси, ну, и кому он нужен, талант в Беларуси? То есть, если, то есть, в Беларуси шоу-бизнеса, как такового, получается, нет? Нет. Получается, что нету и светской жизни, нету совки? Нет, светская жизни и шоу-бизнесы можно не обязательно объединять, можно разделять, понимаешь? Ну, мы привыкли из медийного пространства, что самое главное, светские львы, это же звезды эстрады. Ну, и прям, ну, у меня муж ведущий, он какой светский? Нет, ну, он еще тот лев. Куда не зайди, любят пообсуждать, понимаешь, у нас же любят обсуждать, не обязательно, если ты поешь. Ну, да, конечно. Петр, ты тут сильные новости, знаешь, как тебя любят обсуждать? Я не знаю, но представляю. Ну, вот видишь, как ты же не поешь. Я не пою. Понимаешь, если светская жизнь состояла бы из того, что вот там кто-то ходит в картинные галереи, смотреть театры, знаешь, как это подразумевает, светская жизнь, она же подразумевает это вот слово. Ну, сейчас в современном понятии это больше такой рауты, знаешь, какие-то тусовки. Хорошие интеллигентные одно, а есть еще светская жизнь, знаешь, такая, где сплетник. Ты пришел посидеть, попить кофе. Да, исплетишь. Никого не трогаешь, но обсудили твою личную жизнь, твоих котов, твоих детей, твоих друзей, твоих подруг, приукрасили и все это вынесли, а потом ты сидишь, 24 часа в сутки работаешь, что на творчество времени нет, и тебе так прилетает, знаешь, с некоторых сторон, а ты слышала вот это? То есть наша светская жизнь, получается, как ты ее понимаешь и представляешь, это в Гомеле, это какие-то тусовки, где все сплетничают. Да, так и есть. И все. Конечно, почему? Вот многие знакомые очень хорошо, знаешь, что я слышу, кстати, вот, Петр, часто, да, может быть, у тебя тоже есть такие знакомые, кто покинул РБ, даже уехал в РФ, и одно слово, хороший город Гомель, никто не говорит, что он плохой. Ну, хорошо, что мы уехали, нету сплетен, нету этих, выражусь, рожь, понимаешь, вот о чем речь идет, то есть человек любит свой город, но он потерялся где-то на пространствах Москвы, потому что, сам понимаешь, Москва мегаполис, где-то там всем все все равно. Ну, абсолютно. И там все почти приезжие, поэтому нету вот этого. Да, и абсолютно всем все равно. И ты не слышишь, и никаких-то там злых языков, никаких-то сплетен, никто тебя не трогает, вот в чем, понимаешь, суть. Наверное, не только гомельская проблема. Самое интересное, возьмите, я всегда говорю, возьмите, почитайте книгу. Я думаю, что прежде чем обсуждать кого-то, просто займите себя чтением книги, там, и еще что-то, ну, это интересное занятие. Вот мне нет времени обсуждать кого-то. Я 24 часа в сутки работаю, занимаюсь ребенком, у меня нет времени обсуждать. Ну, это нормально, да, ну, все-таки я говорю, да, это, видимо, не только гомельская проблема, собственно, опять же, из тех же книг хотя бы, мы знаем, в любом небольшом городе, где есть какой-то устоявшийся слой людей, которые там могут собираться вместе периодически, им надо о чем-то разговаривать. О чем еще разговаривать, как не о людях? Когда-то мне тоже так один человек из Минска говорил, очень много о тебе говорят там в Минске, в основном, говорит, плохо. Он говорит, это ничего страшного, это очень хорошо, это значит, что ты живой. Конечно. Вот, а еще один говорил человек, что все, что не Некрулок, все пиар. Вот, то есть все, что не сообщение о твоей смерти, это, в общем, все хорошо. Ну, какие у нас бывают вот такие, вот если мы говорим, тусовка, тусовка, как это может выглядеть, какие-то мероприятия? Есть мероприятия, которые можно посетить, сходить, это да, можно как бы там, а вот остальное, например, тусовки, ну, ты же знаешь, там по клубам все ходят, это, я считаю, что не тусовки, это проведение уже досуга, которая уже не всегда даже интересна, в случае того, что ты приходишь и не всегда хочешь видеть. Ну, ты сказала хорошее, интересное слово досуг, вот скажи, ты как считаешь, в Гомеле есть нормальный, назовем это, взрослый досуг? Ночной? Ночной. Нет. Нет, ну, у нас же есть какие-то клубы тоже. Есть клубы, но я не считаю, что это уже, они все одинаковые, в любом случае, да, там, в любой клуб возьмем его, их же можно, да, назвать по названию, там, тот же Немо клуб, чисто там возьмем, все одинаково, вот ты пришел, как-то нету что-то такого новшества, программы одинаковые, все заезженные, что-то чем-то тебя удивить никто не может, ты хочешь, если расслабиться, то уже, знаешь, как-то так, я не знаю, я не расслабляюсь, уже сидишь там, поужинал немножечко, не хочешь сидеть до утра, неинтересно тебе напиваться, идешь домой, понятно? Ну, может, просто все дело в том, что напиваться неинтересно, а напьешься и станет интересно? Ну, опять-таки, знаешь, это смотря где и с кем, все заведения, которые у нас были, вот ты помнишь, работал континент, боулинг, бильярд, да, ну, это и сейчас есть. Ну, ты пришел как-то в это заведение, раньше так было интересно, там, ты поиграл там, ты хотела поплясать, ты захотела поиграть, ну, то есть, все в одном, вроде-то как бы интересно, да, а сейчас как-то так. Ну, то есть, в чем проблема, получается, вот эта индустрия развлечения, она до определенного уровня дошла, а дальше не развивается? А что можно было еще бы сделать, чтобы это было интереснее сейчас в городе? Я считаю, что, вот, а любой ты клубни открой, мы говорим о ночных заведениях, любой клубни открой, как бы ты его ни сделал, дорогим, хорошим, как начинала Европа в свое время, там, и дресс-код был жесткий, и запускали. Менталитет у нас таков, что этих людей, которые готовы потратить деньги на все, что ты сделал в фэшн, например, их мало. Ну, их везде мало, ну, процентов 5 везде. Год-два проходит, запускает студентов, не побоюсь этого слова, какое-то быдло, которое просто нажирается пивом, и все. И ты уже в это заведение не пойдешь, потому что уже неинтересно, ты уже начинаешь искать что-то более, не потому что ты очень сильно окультурный, или культурный человек. Просто смотреть на это уже как-то так не, ну... Какая-то такая безнадега у тебя в этом всем, да? Да, да, да. Так а чего ты тут сидишь, если тут так скучно, можно было бы куда-нибудь уехать? Планируем уехать, да, но так как мой муж завязался вот с фитнес-индустрией, получается, будет скоро открытие нового зала. Вот тут недалеко, большого. Немного минутка рекламы, да? Нет, большого, хорошего зала. Да, кстати, вот ты и к нам идешь, и никак не дойдешь. Да, я много куда иду, и никуда, и никак не дойду. Вот, то пока завязали здесь, то есть, но планируем. Потому что, опять-таки, ты говоришь вот про развлечение, да, вот сравнить даже Россию, сравнить Беларусь, например. Это все равно там менталитет другой. Там очень много чего-то есть, и каждый выбирает себе заведение по себе. Ты хочешь напиться пивом, ты идешь в какой-то образно якобы пап, да. Пап, да. Ты напиваешься там але-але-але-але-але футбол. Ну и у нас такие есть. Да, все, я, естественно, туда уже не пойду, там, или кто-то туда, я и буду выбирать себе более, там, другое. Там много площадок, и люди не соприкасаются, как бы, с друг другом, в плане, там, ну, вот, у каждого свои развлечения, и отдыхи, и не совсем. А тут у нас все в одном, понимаешь, то есть кто-то хочет прийти и культурно отдохнуть. А рядом кто-то пьем нажирается. А рядом кто-то, да, возраста еще там, я не знаю, 18-20 лет, и кажется, боже мой. Ну, это, наверное, проблема. Ну, я, по моему мнению, как бы, вот стараются люди, те, кто занимается сейчас рестораном, клубным бизнесом, потому что я вижу разнообразие заведений, то, чего раньше не было. По моему мнению, как бы, стараются, и многое даже получается, потому что я видел, приезжали ко мне гости из той же самой Москвы, и удивлялись некоторым местам, говорили, что очень хорошо. Ночным или все-таки где-то? Нет, ну, скорее, они не ночным, точно не ночным. Ну, вот есть где поужинать, есть места, да, где поужинать, посидеть, согласен. Ну, да, в принципе, я, наверное, не о том сейчас говорю, потому что я тебе вопросы о развлечениях, о взрослых задавал. Да, а ночью это не то. Значит, ночью и ночной жизни влом или нет? Она есть, но она не, прям вот. Вялая. Вялая. Ты не получаешь, вот отдыха не получаешь. Отдых, ночную жизнь, вещи весьма условно, расслабление не получаешь, получается, да. Что ж так, все так, даже вот о чем-то, вот спросишь тебя, значит, и думаешь, вот сейчас... Я такая негативная, все такая негативная, негативная, да. Да, ты все любишь, говоришь, все, этого нет, я так с другой стороны, этого тоже нет. Да нет, не значит, что никуда не выходим, все выходим, потому что куда нам поддеваться, надо же выходить и как-то расслабляться и отдыхать, все, все выходим в меру своей свободного времени, потому что, ну, его нету. Ну, надо. Ну, понятно, да. Вот, поэтому как-то так все равно ночью тоже куда-то хочется сходить, не так часто, но хочется и потанцевать хочется. У меня такой вопрос, но это чисто субъективно, что называется, на восприятии. Хотя тема сейчас, конечно, такая очень непопулярная в мейнстриме западном, сейчас там Харви и Вайнштейна осудили за это. Вот как ты считаешь, вот как ты ощущаешь, в Гомеле есть секс? Или в Гомеле это что-то типа СССР, вот где в СССР секса не было? Конечно, есть. А где он живет и в каком виде, кроме спален? Вот кроме спален, то есть какие-то, вот опять же, есть там, вот по Варшаве, например, идешь, там четко чувствуется, что секса в городе вот так, потому что везде разбросаны различные флеера, куча клубов. Ой, ты иди к нам вообще на фитнес-клубы, посмотри, как нашим тренерам там вообще подкатывает. Ну, это девочки и тренеры, это вечная тема, да? Нет, это подкатывает. А вот турист, если будет идти по городу, он, значит, не то что, не секс-турист, да, но он на что-то обратит внимание, зацепится у него, у него за что-то взгляд, может он зайти в какое-нибудь специфическое место. Ну, конечно, зацепится, у нас же девушки красивые, нет, специфических мест, наверное, у нас нет такого прям, я бы уже знала, я бы уже думала. А я знаю. Да ладно. Да. Да? Да. Ничего себе? Есть, у нас есть такой очень крутой, я тебе сейчас покажу, я не знаю, в экран надо показывать или нет. Сейчас ты озвучишь, его закрыл. А я вот и не хочу озвучивать. Ничего себе. Потому что за рекламу не платят. Нет, так они, может, не хотят рекламы, наоборот. Нет, они очень активно в Инстаграме. Ты представь. Да, блин, где же они-то? Так называемый мужской клуб в Гомеле, смотри, что они делают. У них здесь куча всего, значит, вот, например, мне это, что-то такое. Ага. Так это мужской клуб, понимаешь? Ну, конечно, девочка, они... Ну, они так называются, мужской клуб, они традиционно везде так называются, да? Для Гомеля нормально, есть что-то? Конечно. Вот это уже интересное расслабление. То есть я тебе рассказал, а не ты? Да, да, это уже интересное расслабление. Ну, это подвижки вперед, как ты считаешь, или это какая-то дань патриархальному миру и прошлому открытию? Да нет, это интересное, я считаю, что это интересно для нашего города. Слушай, мы говорим вот о заведениях, о ночной жизни, о сексе. Постоянно, ну, часто вот такой звучит вопрос среди гомельчан, которые просто любят говорить на эту тему, знаешь, теоретики больших трибун. Тема эскорта. Вот в Гомеле существует эскорт? Да. В каком виде, вот как это работает вообще? Скажем так, я не знаю, прям, как это работает, прям вот воочию. Ну, хотя бы там по сплетням, как вот мы говорили. Ну, почему по сплетням? Я лично как бы и общалась, и в принципе, то есть визуально знаю девушек, которые занимаются эскортом. Но опять-таки они занимаются не здесь эскортом. Где они начинали, может, они и здесь начинали. Ну, они в основном Россия, за границей, девушки как бы обеспеченных себе ищут мужчины, и все. И от них я их не осуждаю, нормально. Чтобы здесь, например, заниматься эскортом, да, то есть ты прекрасно понимаешь, у нас заведение делится там по контингентам, да. Это я лично видела, ну, то есть, ну, я не знаю, как это назвать эскорт или нет. Девушки просто уже себя предлагают, например, когда в заведениях сидят они в клубах. То есть не составляет труда мужчине угостить, напоить, угостить, как это будем говорить, снять, увезти. Напоить, угостить, получить. А платит он это и не оплатит. Назвать это проституцией за одну ночь или назвать это эскортом, если он ее себе оставит и дальше будет там проплачивать и вдруг на какие-то мероприятия. Это уже по согласию, наверное, по договоренности, я не знаю, там, вот, конкретный качественный эскорт, как это слово звучит там в России, где девушки берут большие суммы денег, выглядят там, да. Таких девушек знаю, но они работают не здесь. То есть и этого у нас нет. И, как правило, они уезжают потом уже отсюда. В Минске это тоже очень часто есть такие девушки, и вот там их очень много. Ну, там, во-первых, публика есть побогаче, там публика другая, да. Есть заведения более такие вот немножко для этого там фэшн, где уже привык мужчина, который приходит туда, там будут девушки презентабельной внешности эскортницы. То есть они их уже все знают в лицо, там это есть. У нас в Гомеле это немножечко не так. То есть те, кто занимается и на уровне занимается там в России и так далее, они такие не будут скрывать. И, в принципе, им абсолютно все равно, что про них говорят, скажут и так далее. Те, кто здесь как-то скрыто пытается, что-то, ну, как это назвать, там, ну, с их за деньги за ночь. Как Лукашенко говорит, доморощенные. Ну, за ночь за деньги, за коктейль, за шампанское, за... Ну, это за ночь за деньги, это не экспорт, это все равно проституция. Да, я же говорю, если уже потом каким-то образом договариваются, а не дальше сотрудничать, это уже, да, будет называться эскорт. Ну, это скорее единичные... А так я тебе могу сказать, что сидя в заведениях, например, и откровенно, и моего мужа тоже снимаю, даже если я сижу с ним, это... Я думаю, что это не новость для меня, и даже многие мужчины, сидя со своими девушками, уже девушки настолько, вот, им уже все равно женаты, не женаты, уже они как-то так в этом плане, не знаю. Ну, то есть, эскорта как сервиса у нас нет. Хорошего, качественного, да, сервиса нет. Вот надо, может быть, это заведение, что я показал, может, они... Ну, надо пробить. Разве это не займутся, да, потому что именно качественного, хорошего эскорта. Ты же смотришь на девушек в России эскортницей, иногда даже, знаешь, если ты уже как бы... Ну, у меня глаз на них не наметан, я не стараюсь наметывать на них глаз эскортницей, ну, вот со стороны она идет. А не скажешь даже, что она эскортница, она со вкусом одета, она там... Может, она чья-то жена, может, дочка, а может, эскортница. Ты, они, они все одинаковые, понимаешь? То есть, уже уровень как бы поднимает себе. Ну, да. А вот скажи, вот в современном мире, вот ты видишь, как оно в СМИ сейчас происходит, и не только в СМИ, вот прямо травля вот этого всего сексуального, то есть, если мужчина там на женщину посмотрел, значит, он домогался, значит, подсуд мужчину, значит, женщина, тренды там, женщина типа должна быть самодостаточной, бодипозитив, там, не надо брить ноги, там, и все такое. То есть, современный мир движется в сторону, по крайней мере, некоторые его пытаются двинуть в сторону асексуальную, то есть, без секса, то есть, это как контрреволюция сексуальная, вопреки тем явлениям, которые произошли в 70-е годы прошлого века. Вот такие вот места, такие вот как бы движения, они, может быть, просто это признак нашей отсталости по сравнению с Западом? Может быть, они тоже умрут из-за этого, и они сейчас не актуальны? Нет, я не сторонница антисексуальности, просто надо в меру все, понимаешь? То есть, особенно про не брить ноги, ты сказала раньше. Ну, целые флешмобы проводятся, вот эти девушки не бреют ноги, потому что не хотят выглядеть как товар, типа, если девушка за собой ухаживает, значит, она… Это навязанное, мне кажется, социумом или кем-то одним, знаешь, там, вообще голову вбито, непонятно, что лишь бы не было скучно, давайте создадим движение, о, круто, завтра мы с тобой посидим, подумаем, там, там, скажу, Петь, на чем можно хайпануть? Ну, давай посидим, подумаем, а, ну, давай, ну, и мы с тобой понесли в массы, так как, в принципе, у тебя есть СМИ, которые могут понести в массы, ну, я как бы там медийно раскрутить, о, круто, хлопаем, сидим в ладоши, на самом деле, понимаешь, мы, может, об этом не думаем, просто… Но они, наоборот, утверждают, что вот тот стандарт, когда девушка следит за собой, ходит на фитнес, поддерживает фигуру. Это ты считаешь, что хорошо. Там осла, опять же, условно, бреет ноги, может, не бреет, может, кому-то из мужчин нравится, не бритые, но, в любом случае, они утверждают, что вот этот стандарт, он навязан для того, чтобы нравиться мужчинам, а не самой себе, и, таким образом, женщина, как бы, она представляет себя неполноценным человеком, а таким товаром для мужчин. То есть они говорят, что это навязано многовековой традицией патриархата. Ты вот так не считаешь? Нет, я не считаю так. Я считаю, что, я же тебе говорю, что это как-то масса каких-то женщин, которые… Ты знаешь, я никогда не видел это движение, но я всегда говорю, мне бы посмотреть на их лица. Бывает, в статье, нормально. Да? Но вот я вообще не понимаю, я не понимаю, в первую очередь, что значит мужчине понравиться. Я слежу за собой, как и любая другая женщина, как меня воспитала мама, которая, в принципе, она-то родилась-то когда, да, и каких годов. Воспитала мама. Для себя, в первую очередь, ты же смотришь. Мужчина тоже следит за собой, в первую очередь, для себя. Ну, я же не буду там брить ноги по случаю святания. Ну, как? Ну, как это? Ну, ладно. Не-не. Кто же ходит на свидание с небритыми ногами? Нет, я по случаю имею в виду, что вот у меня перед свиданием надо там привести себя в порядок. Да нет, я буду каждый день приводить себя в порядок. Понимаешь, есть еще такое движение, ты согласишься со мной, очень многие женщины, без движения даже возьмем, выходят замуж, рожают. Я родила, ну, все. Он никуда от меня не денется. О, это не движение, это часть менталитета. Так вот, это тоже часть какого-то движения менталитета, сами себе вбили в голову, понимаешь? Почему, если ты вышла замуж, или там ты женщина, ты должна перестать за собой смотреть, если ты родила, он никуда не денется. Да денется он. Денется. Еще и куда денется. И не потому, что он найдет другую, только потому, что он на тебя денется-то, понимаешь? И вот так эти женщины, которые пропагандируют, как ты сказал, небритость, да, и думают, что они сексуальны. Да смотреть за собой, это норм. Другое дело, понимаешь, я тебе так скажу, быть сексуальной или там как-то хорошо выглядеть, и я не знаю, это нормально, если у кого-то есть комплекс в голове, но только в голове. И если там они пропагандируют, что они как товары, и к ним мужчины пристают. Я могу сказать с точки зрения психологии, ты можешь одеться как угодно откровенно, но ты можешь себя так подать, что ни один мужчина к тебе не подойдет. В то же время ты можешь сядь в джинсах, в кедах и подать себя так, что возле тебя окажется много мужчин. Это все зависит от поведения. Моя бабушка полудеревенская, значит, говорила, пословица эта сучка не захочет, а кобель не скольчет. Кобель не скольчет, правильно говорила. То есть женщина в любом случае повелительница ситуации. То есть как ты себя поставишь, да, и с бритыми ногами, и с небритыми ногами. По-любому, как ты себя поставишь, так тебе будут относиться мужчины. Смотри, ну в силу того, что в Гомеле все-таки нет шоу-бизнеса, наверное, это все-таки вопрос к тебе не из практической плоскости, а чисто из теоретической. Так могло бы быть. Вот сейчас эти бесконечные скандалы в США, на Западе из-за того, что вот какая-то актриса вдруг вспомнила, что 20 лет назад, значит, ее за роль, там, Вайнштейн ей, там, предлагал там секс. Такое, ну, может быть, условно говоря, в Беларуси, на условном радио или там на условном телевидении, чтобы твою песню поставили в эфир, надо с кем-то дружить там, например. Можно, да, конечно. Может быть. Да, может быть. Я тебе не в эфире, я тебе потом расскажу о некоторых сочинениях обстоятельств, которые сложились у меня с Гомельским радио. То есть тут мы не отстаем от планеты все. Да, ну, это настолько мелко плавает еще, что понимаешь… Не, ну, конечно, ну, Гомельское радио и там Вайнштейн. Ну, естественно, сейчас все женщины мира скажут, что Вайнштейн 15-20 лет назад или сколько. Ну, да. Предлагал или что-то. Это как сейчас, как выпустил этот клип, очень сексуальный. Теледа… А, этот, из Рамштейна, да. Да, ты смотрел этот сексуальный клип? Смотрел. Я даже сцену с Кристиной Асмус смотрел. Да это отдыхает еще сцена. Нет, ну, я смотрел вот Вайнштейна клип, но там все было заблюдано. Нет, я смотрела все нормально, да, я смотрела, это нормальная порнуха под музыку, я считаю, что… И в России этих женщин подвергают траблю сейчас очень сильно. Хотя, понимаешь, опять-таки смешно. Только потому, что они, наверное, снялись в клипе у известного человека. С другой стороны, я вот сижу и смотрю, включите, например, там русское порно. Ну, к примеру, вкладку «Русское порно», да. Ну, вы же не находите этих девушек, которые там снимаются, да, в русском порно, в титрах там. Вы не находите по этим лицам, как их зовут, вы же не травите, с одной стороны. Ну, потому что это просто ремесло. Ну, почему в клипе у Лендемана, например, да, они тут, о, все, она там… Ну, может, это то, о чем… Ну, это сильно круто с Лендеманом. Ну, ну, да, 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 да. Отодрал Лендемана. А завтра вы ее увидите в какой-то русское порно, вы даже не вспомните, что она снималась, например, у Лендемана. Ну, к примеру. Ну, а во время чемпионата мира по футболу в России там была история, что первая красавица, типа самые сексуальные болельщицы признали девушку российскую, а потом оказалось, что она порно-актриса. Ну, вот, ну, и там тоже какие-то были обсуждения в сети, но до травли сильно не дошло. Ну, потому что ее признали самой красивой, надо же было докопаться до истины. Слушай, ну, мы с тобой так углубляемся и углубляемся в эту тему, видно, что интересно поговорить. Ну, я прямо, у меня вспоминается этот вопрос, ну, я не буду, ладно, мы скромнее будем. Мы будем, можем переключиться на какие-то другие сферы твоей жизни. Ты занимаешься туристическим бизнесом. Да. Да, в принципе, как бы, ну, вот, как мы говорили до съемки, этим мало кого удивишь. В Гомеле очень много уже туристических операторов. Знаешь, что у нас нет в Гомеле? И что бы я хотела, например, у меня поступило предложение с Минска. Есть хорошая знакомая девушка. Вот, она сделала такое предложение, что в Минске, оказывается, одна туристическая фирма, ну, агентство занимается свадебными турами. То есть, вот ты захотел жениться. Ну, я уже отхотел. Понятно. Ты захотел жениться, это я, как пример, тебе беру, там, где-то на Кипре, на Мальдивах полностью. То есть, мы организовываем фотографа, мы организовываем ван-тур, гостей отправляем, то есть, вот это вот все и туда вас. Отели, все, да. В одну сторону. В одну сторону. В Абиджан. Назад как хотите. Да, назад как хотите. Ну, мало ли, потому что там пить будет с дизелью. Нет, ну, я к тому, что у нас никто этим не занимается. Ну, вот ты сняла с языка, я, собственно, об этом и хотел поговорить, когда вот начал о том, что в Гомеле очень много турагентств, но я как раз и хотел спросить, почему все такое одинаковое, почему все такое однообразное. Там, условно говоря, вот я сейчас ехал в такси с водителем, он так удивился, что я там в Копенгаген слетал на выходные пиво попить, а я ему объясняю, что лоукост там очень дешево в Копенгаген, особенно если на выходные, это недорого, потому что немного времени. И я все время, вот когда такие вещи делаю, я все время думаю, почему там никто не разработает какое-нибудь там предложение, типа летать на топовые футбольные матчи, например, да, или как ты говоришь, на свадебный тур, значит, или там на премьеры, там, ну, на какие-то события европейские. Ну, появились худо-бедно там с горем пополам опять же из Минска на там Октоберфест в Мюнхене. Ну, опять же, Гомель наш большой город и рынок хороший все равно, но кроме как Египет, Турция и Коплева. Понимаешь, потому что то, что, например, я хочу сделать, этим нужно заморочиться, это не так просто, как кажется. Ну, так бизнес, он для того, это же надо заморачиваться. Это надо сделать. Может быть, у кого-то даже есть такие идеи возникают, то потом смотрят объем всей замороченности, понимаешь, и как бы не хотят это делать. Я, например, не боюсь, я хочу наоборот, это интересно. Ну, вот чем ты сейчас заморачиваешься? Вот я сейчас хочу активно все-таки сделать вот девочку приедет из Минска, потому что так дистанционно мы не разговариваем. У нее есть полностью веб-прайс составлен того, чего надо, то есть она хотела это внедрить в Минске, но я же говорю, фирмы не хотят заморачиваться, даже в Минске. Одна работает и очень даже удачно, ну, люди этим пользуются, люди это хотят, людям это нравится, почему нет. И это, в принципе, понимаешь, как тебе сказать, по ценовому диапазону выходит, ну, то, что ты тут погуляешь. Ну, пускай мы по минским ценам, они там, я разговаривала, то, что они потратят эти деньги там на рестораны и так далее, ну, там, в принципе, ценовой диапазон недалеко не отличается. Можно где-то на Кипре, Мальдивах абсолютно отдохнуть и очень всяк. Я об этом, да. Вот, просто люди боятся этого, понимаешь, ну, Петр, они боятся немножко, они боятся, потому что, чтобы я организовала этот тур, мне нужен фотограф свой постоянно, который будет мне на связи, там, организатор, который полетит. То есть это очень много еще людей, которые связаны, это очень много еще вот отелей, с которыми надо договариваться там, понимаешь, не через туроператорам, не как агентство, в первую очередь, надо налазить эти связи. Это, да, это кусок работы, но мне это интересно, я хочу это внедрить у нас в Бомбель. Ну, мечта любой фирмы, любого бизнеса, это то, чтобы дело просто стало на поток, организовалось, это то, что они сейчас имеют. И была изюминка еще какая-то такая, первооткрыватель. Это уже мечта у творческого бизнесмена, у человека, у которого к делу душа лежит. То есть вот я, ну, не хочу там всех критиковать, но то, что мы сейчас, условно говоря, имеем в торговле, то, что мы имеем в клубной сфере, например, вот как ты говоришь, все одинаковое, то, что мы говорим. То, что мы имеем в турсфере, это, значит, в принципе, да, это мечта любого бизнесмена, поставил дело на поток по какому-то шаблону, отошел от операционки и просто считаешь, как бы там прибыль. Но это не эффективная модель долгосрочной перспективы, потому что таких потом появляется очень много и начинают твой рынок растаскивать. А, значит, получается, что никто не понимает, что надо действовать по-другому, искать вот какие-то изюминки. Я же говорю, понимают, но не хотят себя напрягаться. Да, они хотят напрягаться. Я согласна, что где-то, например, как турфирму, вот создать турфирму, это дело, которое не требует вложений, да? То, что хочу сделать я, все-таки это потребует какие-то вложения, в любом случае, там, минимальных или максимальных, это уже, как я буду договариваться. Но это требует еще и затрат позвонить, договориться, узнать, искать, понимаешь? То есть вот это вот, ну, а кто этим хочет заниматься? Ну, я открыл, я сижу, придут туристы, ну, купят, ну, все равно уж придут, купят. Ты знаешь, как магазин очень много открывается, мимо прошел, зашел. А это неинтересно уже, мимо прошел, зашел, понимаешь? И опять-таки сейчас турагентство тоже, их так много развелось, что уже внедрившись в эту сферу, я знаю, например, много нюансов, которые, вот, если ты ко мне придешь заказывать тур, да, я тебе объясню, как не придешь. Я сам везде прекрасно справляюсь, у меня есть кум, большой путешественник, который, значит, помогает. Нет, это я, к тому, что вот ты пришел ко мне клиент, я тебе беру как пример, да? И многие, например, там турагентства не озвучивают некоторые нюансы, которые даже полезны будут клиенту. Почему? Ну, потому что либо ленятся лишний раз поговорить, уделить время, ну, затратить время, ну, либо просто не нужно, ну, все. То есть есть такие нюансы маленькие, но уже клиенту это будет интересно, понимаешь? Вот они все-таки нюансы, но уже отдых по-другому, уже как бы отношение другое, уже все-таки, ну, поэтому, я же тебе говорю, внедрившись в это, подход надо немножко другой, и плюс еще развитие, вот немножко такую вот сферу, как свадебный туризм. Возможно, еще потом дальше что-то пойдет, будут какие-то там туры выходного дня, не просто съездил там в Литву. В Минске туризм, пофоронный туризм, кучу бизнес-идей, над Каспийским морем, над Морем Лаптевых, там, над Варенцевым, там, сзади морем, да. У нас вообще кремируют, да, людей? Ну, у нас в Минске точно кремируют, у нас не знаю. И развеятся, снимут на камеру. Где угодно, да. На камеру, вы, конечно, это тоже, да. Кучу прекрасных. Ты знаешь, мы смеемся, да, а возьми Запад, там, ну, чего только нету. Ну, все есть. Собакам же оставляют наследство собакам и кошкам. Знаешь, там все есть, и я думаю, что даже если там, вот это там прах развеет над океаном, там-то точно есть. Я думаю, что и есть, и работает. И работает, и неплохо, и этому не удивляются, это у нас только удивляется. А фишка, наверное, просто в нашем немножко менталитете постсоветском, то, что мы еще очень забиты. Мы не привыкли, что можно, в принципе, это делать все, если ты можешь за это заплатить. Да. Но мы знаем, наш человек знает, что если он может за это заплатить, он должен купить машину, квартиру и положить деньги в банк, ездить в Турцию. Кредит взять еще. Кредит взять, да. Обязательно. Это обязательно, даже если не надо. А вот дальше фантазия работает не очень. То есть мы какие-то пока такие вот еще. Да, да, да. А хотелось бы как-то изменить все. Хотелось бы. Я же тебе говорю, очень много идей существует, я, возможно, даже думаю, и у тебя, и у меня существует очень много идей даже. И совместно с мужем, вот, да, он же все-таки режиссер, он же там же новатор. Идеи. Мы садимся, например, да, создать какую-то там или передачу, или проект, или то, или все. Но вот сидим, и он бы пошел где-то вот в России, где-то на Западе. Ты же ездишь тоже, смотришь на людей, да, мы тоже ездим смотрим. Но у нас это так, с натяжкой, это так. Хотя, понимаешь, по ТВ все же смотрят и вау, круто. Понимаешь, вау, круто. Ну, а здесь создать, как это так, или я не пойду участвовать, или я там, ой, нет, или еще что-то, ну, блин. Блин, ТВ это другое совершенно, ТВ это то, что убивает в человеке всякую активность и всякое стремление к практическим шагам. Не к тому, что эти же люди, которые, например, боятся здесь что-то развивать и участвовать, смотрят это же по ТВ, и им круто, но здесь они... Они подсознательно думают, что это где-то в другом мире. ТВ, это вот он так и работает, что это где-то там в другом мире, это далеко. Когда смотришь на какое-то место в мире по телевизору и попадаешь на это место в реальной жизни, я даже по себе могу сказать, восприятие совершенно другое. Оно кажется намного меньше, чем по ТВ, намного менее величественным, намного менее динамичным, потому что по ТВ все выглядит именно сказкой. Поэтому люди, которые прилипают к телевизору, опять же, никого не хочу обижать, но у них чаще всего немножко мировосприятие искажено в ту сторону, что все хорошее это сказочное, а в нашей реальной жизни этого нет. А еще, наверное, ты сталкивался даже в сфере вот работы, да, у нас вот есть себе человек, у нас немножечко, знаешь, как думал, у нас привыкли люди, вот ставку дайте мне, да, я буду сидеть от и до, да. А допустим, например, я уже как-то давно перестроила себя там вот этой работой от ставки от и до, да, я лучше буду, у человека очень много ресурсов. Вообще, на самом деле, которого он не знает и не хочет развивать. И если ты их используешь, эти ресурсы, например, если ты не будешь лениться и работать, допустим, как процент или еще, это у тебя, у меня, например, это стимулирует. Кого-то, есть такие люди, их мало в моем окружении, да, их стимулирует, не ставка ваша. А вот результат. А вот результат моего труда, моих вот этих вот затрат. И такие люди интересны, у них, они не стоят на месте в своем мышлении, они начинают там, а что бы я еще такое сделала, а что бы, а как сделать еще чуть-чуть лучше, тот же текст произнести еще с каким-то словом, опа, чтобы это сработало. Но это тоже интересно. А у нас, скажи, вот, берешь менталитет. Ну, менталитет, ну, это объективные есть причины, да, для такого менталитета, к сожалению, наша история очень тяжелая. Ну, ладно, мы оставим это. А вот в Беларуси, то есть, есть перспектива у какого-нибудь туристического агентства? Конечно, есть и мы. У твоего хотя бы, пускай, да, посещали ли такие мысли? И если да, то что мешает развивать туризм внутри Беларуси? Ничего мне не мешает развивать внутри Беларуси. Но почему? У меня есть и все, да, все, что я предлагаю, ради бога, и иностранным даже туристам, и нашим туристам. Если захотите поехать по белорусским каким-то местам, все это да, но я от себя скажу, я тоже как-то нечаянно выступала на БТ-4 и полностью в негатив увела белорусский туризм. Ну, сейчас тоже будет хаз-клубы, ну, нет. Нет, я не против красивых мест Беларуси, но я и сужу так, конечно же, у меня есть своя машина, да, у кого-то есть своя машина, я поехала по этим местам, оплатила и все, ну, опять-таки оплатила. Тоже ценовый диапазон. Ну, Петр, я лучше съезжу на выходные, как ты говоришь, в Копенгоген, по этому ценовому диапазону или еще куда-то, чем я потрачу эти деньги на белорусский туризм, который стоит так же. Для иностранных туристов он интересен по этому ценовому диапазону, у них дороже в соотношении, вот, ко мне приезжают друзья с Новозеландией, послушай, где это у них вообще все дорого, да, они там пользуются при них. Но в Новозеландии? Да. Далеко очень. Очень далеко, это Австралия. Ну, и северный, и этот Южный полюс тоже. Да, и самое, что интересное, вот они приезжают, ну, то есть им пластическая операция делать здесь, в Гомеле. Да, да, ну, это медицинский туризм как раз, и не только из Новозеландии. Ну, опять-таки, они переезжают с Новой Зеландии, там, пока они доезжают с Новой Зеландии до нас, это Германия, они пересекают, еще куда-то останавливаются, ну, то есть все равно дешевле уже идет, дешевле, дешевле, дешевле. Ну, это они летят просто там с пересадками. Да, еще там гуляют и опять. Да. Вот, и все равно получается даже дешевле здесь. Вот они приходят там, да, на продукты, говорят, конечно, у вас такие цены там все, а вот какие-то развлечения доступные, да, у вас такое-то самое. Ну, сфера услуг у нас дешевая. Да, да. И понимаешь, для них это, да, для меня, например, ну, извините, я уже как столкнулась с агентством, да, и я уже знаю, например, все эти цены, ну, причем я поеду там в Минск по этим каким-то еще куда-то по туристическим местам, я могу сейчас на машине их увидеть. А вот как турист я бы не поехала, заплатив деньги. А вот… Ценовой диапазон, хотя неплохо там, красиво, хорошо, неплохо, согласна. Но я, например, живу в Беларуси, я могу это увидеть в любой момент, а вот там поехать куда-то, естественно, я там не живу. Вот иностранному туристу это интересно будет. Им интересно, да. Да. Им очень интересно, они приезжают, наши места, и говорят, очень классно, здорово. Ну, я тебе так скажу, что некоторые супер достопримечательности мирового масштаба, там, в Европе или даже в США, на которых я сам был и который видел свои глаза, как ты говоришь красивые места, красивыми местами их назвать нельзя. Они вообще на них смотрятся, просто понимают, что они ничего не стоят, но фишка есть в бренде. Условно говоря, там, русалочка в Копенгагене – это просто статуя, но есть бренд. Да. А была там еще альтернативная русалочка, так называемая порно-русалочка, она такая была с большой грудью, значит, и такая очень у нее была похабная внешность. Ну, была она такая. Да, она была такая. Ей там в датчане целую войну объявили, они ее сначала несколько раз взрывали, потом вынесли за территорию порта. А сейчас я последний раз, когда прилетела, оказалось, что ее вообще уже убрали куда-то далеко, вот они тогда. Ну, ладно, это я отвлекся, опять же, к Тиме Порно. Нет, почему вы ее видишь? Да, я к тому, что бренд делает дело вот все за ту, вот, чаще всего решает в туристических направлениях, да. В Беларуси не хватает белорусским местам бренда. Почему? Смотри, вот, допустим, если мы берем белорусские, западные места с историческим каким-то вот историей, да. Я приезжаю, к примеру, куда-то за границей, там какой-то город, мне интересна история этого города, да. Это не обязательно статуя там или не обязательно какая-то вот скульптура, которая там считается вот посетить ее. Нет. Это могут быть, знаешь, как, приведу к тебе пример, что мы далеко не ходим. Вот, я приехала в Одессу один раз, первый раз. Ну, Одесса, Одесса это тоже уже бренд. Смотри, некоторые там, вот, там тусуемся мы на Аркадии еще где-то, ну, то есть по таким золотом местам. А я говорю, вы знаете, мне отец рассказывал про этот портовый город, да, походи по улочкам. Не обязательно Дерибасовская, опа, прямо иди, нет. По улочкам, вот по этим вот, я когда зашла, знаешь, там еще старые вот эти вот, когда вот так вот дом квадратом расположен, там у них один дворик, и там вешают еще белье и кричат друг другу по соседству, эй, там Сара. Да, 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 ну это же Одесса, да. Да, и ты смотришь, думаешь, блин, я это видела в кино маленькое, прикинь. То есть вот это интересно. Так и в другой стране мне тоже интересно. То есть не обязательно, да, я приеду посмотрела пирамиды, круто. Но. Там в Египте особо не развернуться, я один раз там был, больше не хочу. Вот, потом, например, там приехал в Турцию, там Турцию тоже смотрят, но там есть еще закопанный город Эфес, на котором я была. Ну, в Турции очень много чего есть. Да, именно не обязательно, ты вот статую видел, да, ты увидел еще какие-то исторические улицы, места, что-то то, что вот создавалось. Ну, подожди, ну вот смотри. Вот это интересно. Ну, ты говоришь, какие-то пирамиды, Одесса, там, Турция, это все уже туристические бренды. Я говорю как раз про это. Ты туда и приезжаешь в Одессу, потому что это туристический бренд. У нас есть парк, почему ты не это сам? Ну, да, он известен. Конечно. Много ездят на него, вот новозеландцы твои прилетают. Они домельчане бывшие, поэтому они это станут. Но, когда, например, они приезжали со своими друзьями, да, вот очень было интересно. Вот их повели в парк, вообще интересно. А что им показали, кроме парк? Все показали. Я не была сама, там вот рассказали полностью историю, полностью с видом все это рассказали. Да, они были очень вот прям вау, там, особенно какой год, я сама даже не знаю нашу историю. Но абсолютно вот им это было интересно, что вот достопримечательность тех вот каких-то там вот времен, да, почему нет. Потому что, а в Новой Зеландии там нету? Нет, в Новой Зеландии нет. Понимаешь, вот в чем вопрос. В Новой Зеландии коровы чистые. Да. Там все чисто. Ну и коровы, особенно, они не обосранные коровы. Поэтому и так не только, например, там они очень много, когда приезжают гостей и смотрят, да, то есть они, ну, им нравятся. Почему у нас достопримечательность? То есть у нас… Он же какой-то у нас считается в Европе большой. Он не самый большой, но он один из самых больших. Вот, на каком-то месте стоит. На каком-то он месте, да. А ты говоришь нет. Он чуть было в список ЮНЕСКО не нашел, если бы там пару лишних деталей ко дворцу не пристроили при ремонте. Вот. Там, ну, у него вообще… Я очень люблю его полякам показывать, когда показывают то место, где стояла статуя последнего короля польского, понятовского у нас здесь, который сейчас стоит возле президентского дворца Польши. Поляки прямо вот для них это все даст. Ладно, мы углубились в туризм почти как в порно. Ну, лучше давай вернемся в порно. Это интереснее. Да, ну, ты считаешь, заканчивая тему туризма… Ну, порно-туризм я не буду. Нет, порно-туризм, да, мы даже не будем пытаться обсуждать. Но заканчивая с туризмом, ты думаешь, что у нас… Я так понял, что перспектива у белорусского туризма есть, но надо что-то делать с ценовым диапазоном. Да, да, да. Нет, да, есть… Ну, понимаешь, опять-таки, никто не снизит цены, естественно. То есть, ну, для иностранцев это очень интересно. Им интересно… Правда, эти люди им интересны. Когда привозят, когда, например, там общаешься с ними, им интересно посетить наши и места, и санатории, и агрократки. Почему им это интересно? Как нам интересно посмотреть, что поля какие-нибудь за границами. Им тоже же по-своему. Это же для них вау, страна какая, ну, другая. Вот, он развивается. Но по ценовому диапазону для белорусского жителя… Ну, это правда как-то так, знаешь… Ну, да. Я могу сказать… Ну, соотношение цен… Когда я смотрела… То есть, я могу… Да, я лучше поеду отдохну, например, там, на море. У нас, к сожалению, нет на море, чем я отдохну здесь у нас. Да. Грустная картина. Да, не так все плохо. Опять. На такой ноте. Да, ну, мы не на такой ноте. Мы в любом случае… Мы сейчас сделаем из говна конфетку и объясним, почему это была хорошая нота. Ну, вот. Мы будем сейчас резюмировать немножко наш разговор. Мы поговорили много о чем. И вот, исходя… Мы увидели, что эстрады, поп-эстрады у нас нет, шоу-бизнеса у нас нет, досуга для взрослых у нас нет. Какой-то… Ты мне показал досуг для взрослых. Да, какое-то место одно открылось. Это будет, наверное, целый прорыв. Но зато мы очень много и живо разговаривали о сексе. Значит, он где-то есть. Ну, конечно, есть. Да, несмотря на то, что все плохо, мы очень хорошо поговорили о туризме. Значит, он тоже есть. Все-таки перспектива есть. Потому что, опять же, все, что не некролог, все пиар. Спасибо тебе большое. Это был классный разговор. Тебе спасибо. Друзья, вы были на проекте «Сильный разговор» с Ирен Рейн. Она же Ирина Семченко-Пусева, поп-исполнитель, предприниматель и зожник. Да? Почти. И почти зожник. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И следите за обновлениями проекта «Сильный разговор». Пока. Ну вот. Ну все, отписались. Так что ты хотел спросить? Это когда? Ну это когда мы про секс говорили или про что-то говорили. Или когда ты мне показал там вот это вот. А, вот это вот? Да, да, да. Это свертится с языка. Но вертел… Когда говоришь о сексе, все время вертится этот вопрос, мем от Дудя, который у Ирлеевой задал. Любишь кодилингус? Конечно. Да? Естественно. Мне кажется, у любой девушки задают этот вопрос и она скажет «да». Ну а зачем? Интересно, он этот вопрос вообще задавал. Если… Не, ну некоторые могут постесняться сказать «Ой, а ты что, ой, секса нет?» Только в миссионерской позе. В Гомеле секс нет, так он единого секса нет. Конкретно в Гомеле. Вопрос в другом. Не все же умеют, мужчины, делать качественно. Не, ну то, что не все умеют, об этом везде считают. Как и девушки качественно не все умеют делать минет. Ох, беда. Ох, беда. Ох, беда. Ох, беда. Ох, беда. Не, ну как. Ты знаешь, у нас проблемы в сексуальных еще отношениях есть в том плане, что у нас не общаются в парах. То есть… Смотри, вот есть пара, они женаты, и, например, ты слушаешь мужчины, ай, она там плохо сосет. А, все, все, все. Ну хорошо, скажи ты ей. Сказал, обижается. А, вот тебе не нравится. Блин, да, ну почему вы не можете разговор перевести в то, что… Не надо говорить «пихерово», там, я не знаю, как он, конечно, преподносит, да. Но немножечко можно, в принципе… Я считаю вообще лучше пускай мне мужчина скажет, чем я там буду… Так точно там же и вы лучше говорите. Я всегда говорю. Потому что женщины часто, короче говоря, вот это вот имитируют, терпят, делают там… Ну, короче, а мужик делает при этом всякую херню. А, по-моему, не надо, как ты говоришь правильно, не надо грубить говорить, ты херово сосешь или ты херово лижешь. Надо сказать «а мне нравится вот так». Да. Типа вот как бы она не знала, как именно тебе нравится, а не не знала, как тебе, как это надо делать. Конечно. То есть аккуратненько просто направить куда надо. Ну, не понимают многие вот… Ну, нормальные мужчины, наверное, уже как бы там постарше, не знаю, там, не говорим о молодых совсем уже. Ну, это нормально, например, даже у самого спросить. Не может женщина одинаково делать? Ну, нет. Все мужчины. Мужчины-то разные. Как и мужчины, девушки, что же не может… Даже как и не могут все женщины делать одинаково именет одному мужчине. То есть это точно там, да, оно всегда. Вот. Поэтому каждый мужчина любит что-то, например, ну, по-своему. У него по-своему реагируют. Так и у женщин. И что здесь такого, если спросить или мужчина там подскажет там в процессе или там до процесса, да, неважно, это же нормально. А у нас вот именно проблема, что они разговаривают пары. Потом мужики идут налево, баба тоже идет налево, кстати. Нет, конечно, бабы не меньше музыку ходят налево. Это точно. Это абсолютно точно. Поэтому, понимаешь, то есть, любить там мы можем, ну, вот, все вот эти нюансы, но, опять-таки, смотря кто, как, что делает. Вот.